Здарова всем подозреваемым и с вами как всегда Саня Слоун и сегодня в этом видео, ребята, мы с вами откроем 55 уровень золотого пропуска. Все скины, которые будут падать, мы все их сегодня увидим. Я потрачу все алмазы, которые необходимы для того, чтобы это сделать. И да, кстати, оцени этот топовый новый оверлей, который я сам сделал только что перед записью этого видоса. И не обращай внимания на то, что я сегодня в очках, потому что глаза мои очень красные из-за того, что вчера я просто как потс отпраздновал свой выходной день. Просто посмотри на этот шикарный аккаунт. Это настолько редкое явление, когда у кого-то есть все персонажи. Я просто не видел еще ни одного аккаунта, где есть полностью все персонажи и практически все легендарные скины. Просто чекай все персонажи, ребята, полностью. Это я сейчас не хвастаюсь, это я к тому, что последнего персонажа, дворняжку собаку Лайку, которую поистине зовут Трюфель, но почему-то в игре сейчас ее зовут Лайка, мы получили не совсем правильным способом. А именно в прошлом видео я задонатил на специальную акцию, где был редкий персонаж и нам выпала именно собака Лайка. Разработчики, конечно, в шоке, они пытаются это исправить, но пока они не исправили, грех не воспользоваться было этим багом. При том, что я принес немножечко баблишка в компанию, возможно, я даже приблизил будущую обнову к нам в игру. Ну, ребята, давайте посмотрим, что у нас там за награды будут. Вот, смотрите, девятый уровень сейчас у нас тут, смотрите, целая куча наград. И сегодня мы узнаем, кто же станет генералом Гавсом в этой игре, а кто станет на светлой стороне силы. Ну что, ребята, давайте сразу не тянуть, а ты, в свою очередь, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, как всегда, не забудь ввести самый топовый код автора Слоун в настройках игры. Ребята, давайте все, я доматываю до самого конца и поехали забирать эту награду. Все, открыт награды. Мы тратим сейчас сколько? Перейти с уровня 8 на уровень 55 и получить 47 наград. Ого! 2820 алмазов мы сейчас просто заливаем. А почему нет, елки-палки? Все, ребята, все награды получены. Кстати, там же у нас обычные персонажи. А прикинь, прикинь, какой-то секретный выпадет. Вот это будет интересно. Может, какой-то баг произошел? Давайте посмотрим. Так, у нас первый скинчик. Ну, понятно, это у нас... О, на Дону еще и зеленая с рожками. Офигеть! Защитник. Это хорошая тема. На Доне, кстати, выглядит неплохо. Так, случайные билеты нам не нужны. В принципе, опять отравитель этот падает. Ну, ладно, пусть будет. Дальше, ребята, у нас 25 алмазов. Что у нас тут следующее? Обычный персонаж. Сейчас будет какая-то компенсация. Ребята, поехали, компенсация. Ну-ка, что там у нас? Прикинь, Лиззи, прикинь. Не, конечно, это не Лиззи. Ну, прикинь, если бы, да? Вот это было бы имба, конечно. Если бы Лиззи выпала, вот это был бы шок. О, да, давай, лазер-дрон. Как раз то, что у меня стоит на оверлей. Я его там быстро и увидел, видите, вверху слева. Вернее, или справа. Опа, на бака выпал. Неплохо. Будет у нас нашего БК защищать. Хотя, я не думаю, что баку вообще нужна какая-то защита у него рога. Все, ребята, генерал ГАС наконец-то нам падает. Поехали, злой генерал. Ну-ка, давай. На кого интересно нам выпадет генерал ГАС? Давай на Никса. На Брюса. Офигеть. Ребята, у нас уже два скина на Брюса есть. Который вот есть именно военный такой. Генерал какой-то. И еще и генерал ГАС такой злой. Офигеть. Мы на него посмотрим. Потом зайдем и вам покажу эти два скина. Скажете, какой из них лучше. Реально топово выглядит. Так, дальше шо у нас там. Редкий случайный скин. Поехали. Из прошлой акции я не думаю, что, ребята, вас чем-то можно удивить. Потому что там столько скинов повыпадало. Вы открыли Стив Фараон. Подожди, а у меня же был уже Стив Фараон. Не понял. Вроде бы был, да? Но мы сейчас проверим это. По-моему, у меня есть Стив Фараон. Так, специальный... Короче, солдат, да? Поехали. Еще один помощник генерала ГАСа. Так, ну-ка. Кто у нас в команду Брюса попадает? Ну-ка. Нифига себе. Айрис, прикиньте, ребята. Она на Айрис выпала. Шикарно. Наконец-то на Змее нормальный скинчик появился. Ё-моё. Вот это да. Так, это у нас эксклюзивный скин на макаку нашу. Так, давай. Мона, 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 ну. Не, ну вот этот скин классно выглядит. Я его даже поставил, ребята, себе на оверлей. Потому что реально круто смотрится. Смотрите, да? С этими мозгами. Он еще прозрачный. Ну, реально крутой. Так, еще один случайно редкий скин. Поехали. Что у нас там? Блин, наград реально очень много. И вот, типа, я, конечно, вам не советую тратить свои алмазы на то, чтобы получить все эти награды. Потому что зачем? До конца сезона вы все равно их пройдете. Если у вас есть пас, задания, и вы регулярно играете. Это я просто как сумасшедший просто беру, трачу алмазы, которые мне накидывают разработчики на то, чтобы просто пройти весь пропуск и посмотреть, что же с него выпадет. Так, вот этот вот у нас еще одна дубинка, получается. Тайзер, или как она называется? Ну-ка. На Волка Джека. Неплохо. Только почему она как-то перевернутая? Это же ему прямо в попу, что ли? Я не знаю. Сел на тайзер, да? Так, давай дальше. Уже у нас обычный случайный скин. Так, но это не особо интересно. Хотя обычные тоже скины есть нормальные, в принципе. Нет. Я передумал. Нет нормальных обычных скинов. Дальше поехали. Нет, ну тоже неплохо на Раве выпало. Так. Темная катана, ребята. Чекаем. Вот это уже хорошо. Давай на Брюса, раз у нас он уже генерал Гавс. Нифига. Кстати, на Пеппере у нас есть, по-моему, повязка на голову. И как раз таки, как ниндзя, он будет с этим мечом бегать. Все, отлично. Темный самурай. А где светлый самурай? Алло. Так, поехали. Темный самурай. Ну-ка, кто у нас в банде? У-у-у, отлично, ребята. Генри. Генри у нас в банде Брюса. Поехали дальше. Что у нас там? Так, 20 алмазов еще. То я не понимаю, то 20, то 25. Как-то очень странно у них эти алмазы выпадают с этого пропуска. То по 20, то 25, то 10, да? Как-то странно. Уже бы какое-то одно число бы поставили, да? Было бы хоть как-то удобно и посчитать, и все. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Ну-ка. Ну-ка, давай. Давай. Ну, кораблик Никс. Ну, в принципе, неплохо. Ну, сеть это тоже предметы я, в принципе, не особо так рассматриваю, как скины. Это просто предметы, я не знаю. Кому из вас нравятся предметы, напишите в комментариях. Потому что на предметы я не особо обращаю внимание. Если это какой-то не прям супер-мега предмет, вот типа вот этого меча бананового, да? Вот это вот, ну, это реально предмет. Это, ну, что-то такое. Я даже не знаю. О, вот у нас как раз банановый предмет. Он, по-моему, на обезьяну падает. Это эксклюзив будет на нее. О, неплохо, кстати, шапочка на Урсулу. И она, кстати, очень хорошо на ней подходит. Чаплин на Урсуле. Кто не помнит, ребята, это вообще скины из самого первого сезона. Когда вы, помните, бегали в Чаплинах все. Это было круто, на самом деле. Воспоминания и прям, вот, знаете, ностальгия по первому сезону. Потому что вот тогда время было очень крутое. Так, что у нас там? Чужие усики или усики чужого. А ну-ка, давай-ка, давай-ка. Посмотри, что это такое? Почему у Рокси волосы, блин, что? А у меня нет. Ладно, идем дальше. Что у нас там? Банановая лампа. Ламповая, короче, банановая лампа. Поехали. Ну, понятно, что это на Мону. И у нее, кстати, тоже там нормально скинов. Можем какую-то, да, вариацию делать из этих скинов. Вот, вот это вот световой меч-банан, да? Он выглядит нормально. То есть, да, не как тайзер этот, который прямо в попу, блин, встревает. А тут вот нормально. Вот он выходит прямо вот где ручка и наверх пошел. Вот это нормально. Тут, походу, не доработали. Наверное, будут исправлять. О, кстати, у нас еще и челочка для макаки. Опять же-таки, да? Разработчики меня троллят. Мы даже обезьяне дадим, говорят, волосы. А тебе нет. Ха-ха-ха. Смотри, а на топе тоже крыска выпала маленькая. Кстати, ребята, одно из прошлых видео я вам говорил, что в игре будет питомец-крысеныш. И пока что, а еще даже не анонсировали этих питомцев. Их очень много. Надо вообще будет собрать полностью всю инфу, которую я вам рассказывал уже до этого. Которая еще не появилась в игре и не было анонсов. Но это 100% фактаж. Именно то, что правда, да? Но пока что разработчики этого не добавили. И я знаю, что это будет в игре. Наверное, надо будет отдельный видос, чтобы это снять. Чтобы вы все были в курсе. Да и я, в том числе, повторил всю ту информацию, которую я уже вам рассказывал. Потому что я уже и сам не помню, что там за питомцы должны быть новые. И персонажи и так далее. Так, вот она, челочка. Ну, поехали, забираем ее. Косичка даже, да? Вот такая вот. Ну-ка. Не, ну, вот вообще, на самом деле, если бы модель персонажа была именно такой вот, да? С вот этими вот волосами вот сверху. Ну, это было бы топово просто. Мне кажется, им надо было именно так и сделать. Потому что, ну, прям вот подходит, да, это обезьяне. Дальше у нас. Робот. Ну, поехали. Вот не переведено на русский язык. Вот из-за того, что откатили обнову, и теперь непонятно. Так, что у нас? Вы открыли Стив. Ну, на Стива, в принципе, падает. А вот на нового персонажа, на пса нашего, да? Бомжика. Ничего не падает почему-то. Ну, блин. Я хотел что-нибудь на нашего песика. Может быть, хотя бы лазерный дрон на песика выпадет, да? Бездомный пес хотя бы будет хоть с какой-то защитой, ребята. Что это? На Яру? Нормально. Ну, на Яру, в принципе, у нас есть уже сетик неплохой. Так что там просто лучше быть не может уже. Так, дальше поехали. Опа, еще один злой генерал. Генерал Гавс. Ну, поехали. Кто у нас будет в банде Брюса, опять же таки, да? Второй генерал. Ну-ка, ну-ка. Никс. Ну, конечно же, Никс. Ну, как я мог подумать, что кто-то другой может быть? Никс, это, в принципе, как подсказка нам. Так, что у нас тут? Опять случайный билет. Дальше у нас идет, что это? Опять команда злого генерала, да? А ну-ка, давай посмотрим. Специальный солдат. В этот раз, я думаю, что выпадет на собаку. Ну, не на ту собаку. Ну, братан. Я хотел на дворняжку, чтобы выпало. Потому что дворняга у нас вообще бездомная. У нас у нее вообще ничего нет. И как странно, да? На нового персонажа ничего не падает. Так, что у нас там? Вот опять, да? Этот тайзер, он какой-то перевернутый. Ну, поехали посмотрим. Может быть, хотя бы это выпадет на дворняжку? Ну-ка, давай. На Бетси? Ну, в принципе, вот смотри. Сразу и хвост прифигачило. Сразу же просто. Так, дальше. У нас еще целых две страницы. О! Я хочу еще забрать вот этот меч, потому что он тоже крутой. Вот единственное, что жалко, что вот этой катаной нельзя как-то подраться, да, в игре. Вот было бы очень круто. Мне она вот прям вот очень зашла. Вот катана прям это топ. На Дебби. На Дебби хорошо подходит. Ей бы еще ниндзю, типа, такую повязочку. Было бы вообще идеально просто. Дальше. Редкий случайный скин, что у нас там выпадет. Ну, не думаю, что что-то крутое. Хотя все может быть. Ну, конечно же. Оригами. Опять же таки на Дебби. Ну, опять падает на одних и тех же персонажей. И вот на тех, которых хочется, никогда ничего не сыпется. Поехали дальше. Опа! Давай в банду к нашему Брюсу. Давай. Генералу Гавсу. Ну-ка. Что там? Ну, в принципе, на Скейли подходит неплохо. Ой, на Скейли. На Кейли. Опять-таки, имена разработчики, конечно, придумывают просто идеально. Скейли, Кейли. Потом еще какой-нибудь Скуили прибывать на сцену. Ну, еще что-нибудь. Так, давайте электрическая сетка. Что там у нас? На кого? Ну, хотя это не так, в принципе, меня радует. Электрическая сетка. На Риту. На Рите у нас есть легендарный скин. Мы точно не будем бегать в этой сеточке там. Так, дальше. Опять. Интересно, кому на этот раз упадут волосы, кроме меня? А ну-ка, давай. Посмотрим. Ну-ка. Это чужой, чужие усики чужого. Ну-ка. На Рэндальфа серьезно. Ну, в принципе, у него и рожки, и усики теперь есть. У Рэндальфа теперь вообще все есть. Так. И у нас вот еще эпический скин на самом конце. Я просто, я вот в прошлый раз, если кто-то помнит тот видос, когда я открывал предыдущий сезон, мне вообще просто вот, ну, такой хлам выпал. Вот сейчас, я надеюсь, выпадет что-то нормальное. Я думаю, что разработчики все-таки придумали какую-то компенсацию для меня. И мы забираем сейчас эпический случайный скин, и там будет что-то крутое очень. С предыдущего, может быть, сезона, а может быть, даже и с будущего. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, пожалуйста, что-нибудь нормальное. Ну, пожалуйста. Ну, в принципе, в принципе, в этот раз уже неплохо. Самурай еще и на Мелвина очень подходит. Кстати, он реально подходит. Посмотрите по цвету, да? Самурай на Мелвина. Это круто. Смотрите, оп. И, смотрите, прокачивается пропуск. Просто вот вам, ребята, баг на прокачку пропуска. Ну, конечно же, за донат. Так, смотри, сколько у нас скинов. Подожди, а что у нас там на Раве выпало? А, рукай-то даже одевать не буду. Блин, ну вот на пса нашего, да, на трюфеля, на лайку ничего не выпало вообще. Так, давай посмотрим на Волка Джека. Что у нас там было? А, вот он, меч. Пусть будет. Это прикольная штука. Так, о, на Айрис, ребята. Блин, это крутой костюм. Вот этот вот, да? Офигенный. Не, ну, конечно же, легендарочка получше будет, поэтому мы ее и оставим. Так, о, на Урсу, на Урсу Чаплин. Это идеально просто. Пусть так и будет на Урсуле Чаплин. Так, что у нас там на обезьяне, да? Давайте сразу же ее поставим на максимум, чтобы она была в максимальном своем костюме. Вот я думаю только какой. Давайте вот эту челку, она очень крутая. Ну, блин, челка реально выглядит очень круто. На нее бы еще питомца какого-нибудь топового бы надеть. Было бы вообще... О, ребята, на Рэндольфа. Блин, самурай на Рэндольфе. Да, вы помните, да, все эти скины. Вот они, вот они. Так, а, нет, подожди. А в смысле, а где самурай на Рэндольфе? Алло, спина. А самура... Подожди, это не... На Мелвина нам выпал самурай, блин, а не на этого. Подожди, что у нас здесь? Что у нас здесь? А, во, вот это класс. Вот это шикарно просто. Так, дальше. Дебби, Генри. Я помню, на Генри не очень там выпало. На Джейд. На Джейд в очках, как и я. Просто чекайте, да? Похоже, до лица тупо. Нет, Джейд, мы не будем менять. Джейд, класс, в очках. Мне нравится прям идеально просто. Вот, кстати, да. Вот этот самурайский меч, блин, очень крутой. Он выглядит прям имбово. Напишите, кстати, кто из вас уже прошел золотой пропуск. Мне интересно будет посмотреть, сколько вообще нас, ребят, которые реально прошли полностью весь пас. Так, опа. Волосы, по-моему, ей выпали, да? Я еще угорал с этого. Ну, нифига себе, смотри, ребята. Не, неплохо, неплохо. Ну, мы оставим на ней, конечно же, легендарочку, потому что так оно красивее смотрится. Так, что у нас там на бака выпало? Вот, вот эти волосы мы с него снимем и оденем ему вот этого дрона. А, не, волосы мы остаем. Так, 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 что у нас там еще есть? Что у нас там еще? Стив. О, о, смотри-ка. Давай вместо этого венка долбанного поставим лазерный дрон. Шикарно просто. Просто шикарно. Посмотрите, сколько у меня на Яру, сколько скинов. Это же реально очень много просто. Посмотри. Столько падало на него, что я даже не знаю, что надеть, потому что очень много, большой выбор. Можно вот так вот меняться хоть сто раз. Так, о, вот он самура, ребята. Отлично. Ну, кстати, тут у него скины свои есть, очень крутые. Вот, особенно очки. Но мы поставим самурая, потому что он подходит ему по цвету. В принципе, ну, пройдя этот пропуск до конца, ну, скинов можно реально получить очень много. Особенно если вы... Вот, смотрите, ребята. По поводу Брюса как раз мы дошли. Есть у него вот такой вот скин. Вот он новый, получается. Вот он. Вот такой вот офицер у него был. Помните, я когда-то бегал в нем. И, ребята, смотрите, злой генерал. Вот что лучше? Вот этот вот офицер или злой генерал? Кстати, давайте проверим заодно, шута исправили? Конечно, нет. Зачем я спрашиваю? Вот, ребята, либо такой, либо такой. Но мы, конечно же, оставим злого генерала, потому что он прям имба. И, блин, злой генерал теперь будет заходить в катки и терроризировать всех мирных игроков, потому что это злой генерал Гавс. В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, в настройках игры вводи самый топовый кота автора Слоун. Ну а с вами, как всегда, был Саня Слоун. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok